хочу сказать что мне с моим каналом живется заметно веселее вот остается чтобы только еще другим людям тоже стали житься веселее с моим каналом но между прочим хочу вам сказать на заметку что если кто-то про эту истину еще не знает то если тебе самому веселее то и всем веселее ну по моему это все знают и этот всех слышу и кстати говоря как вот воротник не попавил как я уже говорил на это видео я еще не публиковал что я мучить мой творческий метод это мучительно доходить до очевидных вещей значит сразу скажу что в 90 конце 90-х начать двухтысячных был такой телеведущий михаил осокин на нтв но все помнят его очень любил моя мама вот в общем про него говорили что он когда он ведет новости так дальше на верху пиджака снизу якобы шорты но там никто не видит а у меня снизу трико вот пожалуйста можете глянуть ну и ничего страшного опять же вот такой момент да вот допустим ты можешь прийти куда-то во фраке и сказать что там у тебя под факом скажем тусы да или что-то тусы в сердечко там и так далее и все равно ты будешь во фраке а вот если ты придешь непосредственно в тусах сердечко то короче ладно вот сколько болтовня я еще переживаю что сказать нечего я болтун знатный на все тысячелетия а видео то посвящено вот чему и озаглавить видео я намереваюсь да 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 вот смотрите смотрите внимательно в общем собираюсь озаглавить видео так реклама космоса так вот ребята конечно там готовься они летом телегу зимой это очень много кто помнит а про космос дорогие друзья ну казалось бы все знают да романтика когда в настоящем романтичная пара то сначала она смотрит на звезды да вот это смотреть на звезды известно такое и поэтому всем известно здесь еще тот факт что вот спроси любого а когда он последний раз смотрел на звезды то может в большинстве случаев выяснится что многие ты мне на них вообще никогда не смотрели да и я вам скажу что да и я на них очень редко смотрю на даче это удобно на даче когда я выхожу ночью писать я смотрю на звезды ну вот так но я еще до сих пор не проделал а я мечтаю об этом я мечтаю потому что удобнее всего на звезды смотреть лежа они вот так вот стоять очень-очень шея устает вообще удобнее всего лежа поэтому я мечтаю как-то в какую-то звездную ночь на какой-то крыше именно вот лечь какой-то шизон и смотреть ну еще конечно может быть какой-то подзорной трубой в которую можно кстати увидеть и туманность андромеды говорят и много чего еще значит рекламу космоса еще раз показываю вот с этой книги дорогие друзья нужно начинать знакомство с космической литературой в целом с космической темой сам я начал не с этой книги году книга почитал после и понял что есть именно с неё надо начинать что еще я запланировал сказать что вот в 21 веке да вот же люди живут да ну вот казалось бы отовсюду до слышат всех что в прогресс сдвижуха нет застою значит саморазвитие что человек должен меняться проливали но на мой взгляд я не знаю мне кажется что это это мне кажется это объективность это все пустые слова на самом деле все стоит на месте и общество достаточно отсталая но она не то чтобы отсталая но такое же даже дело не в самом обществе а дело в том что смотрите в двадцатом веке да у нас гагарин полетел в космос у нас вот пошла вот это космическое движение до к чему нас это обязала к чему к тому что мы должны двигаться дальше в этом направлении а я змеи вижу что это все заглох и в общем никому не нужны и карл саган это видел карл саган говорил что там один там я не знаю ну на на что угодно там тратится куча денег а на космос на самом деле нужен не так много но хотя бы там я не знаю нет конечно много нужно но если там пожертвовать определенными вещами не буду говорить какими сами догадаетесь то можно было бы уже соседней планеты как колонизировать о чем собственно карл саган и говорит но не в этой книге эта книга вообще про полет через котовую новую при перемещении что такое готовая нора узнать короче в соседнюю галактику не соседи даже не помню в какую галактику конкретно в общем согласно я так понял теории здесь что в центре каждой галактики в черную дыра а черная дыра это портал то есть через нее там можно перемещаться в другие галактики я абсолютно в это верю затем есть фильм контакт роберта земель кис и тоже прекрасный то есть вы можете прочитать книгу конечно желательно прочитать книгу потому что как сказал слоев фильме остаться в живых самая плохая книга лучше самого лучшего фильма это конечно максималистично но это в общем то очень достаточно правдиво поэтому друзья вообще я каждый свой видел бы начинал с того что главное занятие для человека это чтение главное можешь там я не знаю в бизнесе там достичь там я не знаю черти что там сделать это все будет ниже как прочитанных книг ниже и более того вам скажу что чит хороший читатель он равен писателю скажем вот есть бальзак там про которого отдельно обязательно сниму как сказал один ученый на моей базе отдыха на яльчике я шел в столовую или там вернее по моему я шел в столовую а ученые шли из столовой я услышал как один из них такой основательный дядечка сказал что мой любимый бальзак и вот ребята я через какое-то количество лет этом лет через пять я ведь с этим ученым познакомился и сказал ему что ваш любимый бальзак он сказал да хоть не помню то ли сделал вид то ли что не знаю но я точно это слышу я могу сказать тоже про себя что мой любимый бальзак бальзаком мы будем обсуждать позже но понимаете эти все книги вот эти все которые здесь у меня в комнате стоят они на самом деле абсолютно одиноки они никому не нужны особенно сейчас этим и еще заметьте себе пожалуйста что книга я не знаю что или ада гомера ее можно купить за за несчастную тысячу она а в библиотеке можно вообще взять старую книгу кто тебе бесплатно отдадут вы понимаете в супермаркете что можно ты еще купить комплект зубной пасты и так далее да сравните цену да то есть за эти деньги а в космос на можешь вообще бесплатно смотреть не нужно покупать не билет как куплина сказал в театрах те как это замечательно сказал что театр это же так скучно куплинов смотрите куплинов это гений так не будем отклоняться в общем понимаете друзья черт о книгах и вот понимаете и мало того что их цена ничтожен они просто они стоят никому не нужны особенно сейчас сейчас очень мало по моему в разы стали меньше читать у нас вот в районе метро патиславская было четыре книжных магазина остался один книжный магазин и закрываются все сидят со своими смартфонами в метро вот я ехал я не не буду врать мне кажется еще десять лет назад я ехал очень много было народу с книгами очень с газетами с книгами много было правда и мне это приятно радовало сейчас все меньше есть книги одна книга она может настолько тебя сделать круче умнее образование я не знаю сильнее определенные книги вот это точно так сделает так что заказывайте покупайте и желательно в бумажном виде я все-таки полюшу вы понимаете ты должен нести эту тяжесть с собой carry that way там я не знаю как пели битлз ты должен нести эту ношу нужно взять книгу с собой ты должен чувствовать эти страницы знаете как как она пахнет а каждая книга пахнет по-своему каждый книги свой шрифт каждого книги своя бумага своя по цвету по ощущению у каждой книги есть душа так что но подробно о подробном содержании хорошо кратко в общем на земле зафиксировали сигнал из космоса этот сигнал передавал инструкцию по строительству некой машины в итоге несколько государств скинулись и в нескольких местах даже построили несколько этих машин неважно в общем машину построили и когда эта машина запустили она провалилась в готовую нору как сделал ее на месте где она стояла слетала в другую галактику вернулась снаружи это никто не заметил вот еще в чем важный вопрос и это очень поучительно что со стороны со стороны выглядело как будто бы вот эта машина она осталась стоять и то что рассказывал экипаж в это не верили снаружи потому что вы же мол никуда не летали но за это время они слетали значит в эту другую галактику и там у них состоялся контакт с внеземным разумом с внеземными существами которые приняли форму человека но это неважно самое потрясающее я считаю в этой книге что там описан огромный космический вокзал такое что так я понял что-то в форме огромной планеты то есть вы по размеру наверно как планета с огромным количеством входов куда пристыковываются космические корабли и причем те инопланетяне с которыми разговаривал экипаж они сказать что это построили не мы это кто-то построил до нас понимаете вдумайтесь в это и еще тут замечательно сказано про число пи не знаю успели я это найти очень хорошо сказано ну ребята да поле того сейчас 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 единственное на самом деле были сказано с вами больше чем простых хотя на своего рода вот про число пи смотрите замечательно сумма колебалась величина и и остановилась то больше то меньше чем пи так да но скоро уже можно было увидеть что число сходится к правильному ответу точно это число нельзя было определить но подбираться к нему можно было с любой точностью понимаете как сказано еще раз точно это число нельзя было определить то подбираться к нему можно было с любой точностью покупайте читайте